Привет, друзья! С наступившим Новым Годом! Новый Год – это новая рыбалка, а это значит, что 4 января мы с известным рыболовным блогером Александром Исаевым отправились ловить окуня. Это не меня. Вот я и все остальные тренажные вещи. Мне кажется, что народ уже не удивляется. Просто вот народ так выбрасывается, а он уже не закончится. Народ тоже не удивляется, насколько... Не буду держать интригу и сразу покажу улов. Сколько тут? 20 штук, наверное, есть. Хорошие. Хорошие. А теперь обо всем по порядку. Место для ловли выбрали интересное – Жигулевские ворота. Самое узкое и самое красивое место на Средней Волге. Если быть точнее, то ловили в заливе акулей, что у острова Голодный. Туда с самой лесобиржей идет рыболовная тропа. Красота! Первым открыл счет Александр. Ловил он на свою фирменную донную приманку «Балда» – овальный свинцовый грузик с боковыми крючками, украшенными разноцветными кембриками. Вот как это было. У Саши поклевка. Первый окунь. Смотрите, какой классный, средненький. Вау! Недолго думая, я нацепил вольфрамовую безмотылку и выудил своего первого полосатого красавца. Вот и мне улыбнулась удача на безмотылку. Вот такой вот красавчик. Наблюдаю их за холод, вижу, как они подходят. В целом, лов интересен. За ним последовала и вторая поклевка. Вот еще один полосатый красавчик. На безмотылку. У Саши дела шли веселее. Меняя лунки, он выходил на стабильные микрораздачи окуня, как на «Балду», так и на безмотылку. Глубина в районе лова была 3 метра, а температура воздуха опускалась до минус 20. Но так как стоял полный штиль, то никакие морозы не могли помешать получению удовольствия от рыбалки. И вот он, итог на двоих. Целый мешок окуней. Ну вот, смотрите. Ну, около, наверное, 20-ки, 50-ки. Ну, сколько-то. 20 штук, наверное, есть хорошие. Вот такой вот был день. Неплохой. Рыбачили мы с 9 утра до обеда, так что результат более чем достойный. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал и канал Александра Исаева. А напоследок анекдот. Хотите рыбачить на всю катушку? Купите спиннинг. Всем до новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова